30 августа Новочебоксарску исполнится 55 лет. В этом году юбилей отметили и на крупнейшем предприятии города-спутника Химпроме. Накануне там побывал временно исполняющий обязанности главы республики. Михаил Игнатьев интересовали вопросы соблюдения безопасности на стратегическом объекте. Что показали руководители региона, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Цех номер 50. Соблюдаются все меры предосторожности. Без спецодежды и противогазов здесь находиться запрещено. В цехе номер 50 производят пероксид водорода. Это вещество добавляют стиральные порошки. С помощью него, говорят специалисты, отбеливают бумагу и текстиль. В сутки здесь производят более 200 тонн пероксида водорода. Для того, чтобы получить это вещество, на заводе применяют проверенный годами изопропиловый метод. Сейчас за многие процессы в цеху отвечает автоматика. Михаилу Игнатьеву показали рабочее место аппаратчикам. Следят за параметрами, уровень, температура, давление. Все это контролируют и в соответствии коррективы выносят в процессе смены. Это когда требуется? Да, когда требуется. Так все автоматически регулируют? Так, в автоматическом режиме ведется процесс. Если повышение нагрузок, понижение нагрузок, что-то нужно добавить, исправить, то они, конечно, вносят коррективы и, соответственно, контролируют по графику. Ежеминутно, ежесекундно они видят изменения параметров. Специальная программа помогает диспетчерам просчитывать возможные сбои в работе аппаратуры. На заводе соблюдены все меры безопасности, но руководителя региона интересовало, и какой вред наносит работа этого цеха окружающей среде. Территория, она такая непростая, надо следить, обеспечивать и вопросы безопасности, но, с другой стороны, экологии не было бы, деревья бы давным-давно высохли бы, травы бы тоже не было бы, значит, черная земля была бы, ряд других вопросов возникает. Где правда? Вот, видя своими глазами, вы тоже вот оцените, посмотрите и увидите, соответственно. То есть это является ключевым показателем. Временно исполняющий обязанности главы республики пообщался и с работниками цеха. Аппаратчица Римма Назарова трудится здесь более 30 лет. Женщина говорит, что заработную плату на заводе всегда выплачивают вовремя. Уверенны, что завтрашние дни есть. Уверенны и очень благодарны нашему руководству, да. Зарплату у нас платят вовремя, и так что вот приглашаем молодежь, пусть приходят, работают. Не знаем такого, что вот. Такого зарплаты у нас зарплаты, а вас, а вас, у нас такого нет, не задерживают. Это очень большой плюс. Когда вот мужья наши не получают вовремя, скажем так, а мы получаем. Михаил Игнатьев отметил, что в перспективе Химпром станет лидером химической отрасли. Через два года здесь должен заработать и новый цех, мощности которого позволит производить 50 тысяч тонн перекиси водорода. И сегодня, если взять показатели ваши, они улучшаются. Нам, соответственно, Российской Федерации определенные санкции предъявили, эмбарго. Для Химпрома это дополнительные возможности по производству и реализации тех продуктов и тех препаратов, которые вы производите. И рост в динамике положительный. По году, насколько мы обсудили, 7 миллиардов, наверное, перевалите. Это в истории Химпрома практически не было. Не было. Работников завода интересовали и вопросы благоустройства города-спутника. Временно исполняющий обязанности главы республики отметил, что в ближайшие три года в Новочбоксарске будет отремонтировано более 100 дворов. А накануне юбилейной для муниципалитета даты здесь реконструируют дорогу по улице 10-й пятилетки. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.